Проблема, которую можно решить только на государственном уровне, в рамках прямой линии с Владимиром Путиным, прозвучал вопрос из Ивановской области. Многодетная семья попросила о снижении ставки по ипотечному кредиту. Согласно постановлению правительства, семьи могут претендовать на снижение ипотечной ставки с 13% до 6% в течение 3 или 5 лет при рождении второго или третьего ребенка. В банке нам сообщили, что, к сожалению, в постановлении написано, что данная льгота положена только семьям, у которых рождается второй или третий ребенок. А мы планируем рождение уже четвертого. Вроде бы перебор. И поэтому на нас не попадаем под эту льготу. Нам показалось это несправедливо. В Верховске уже давно строят свой дом. Сейчас их ставка по кредиту 13%. В месяц платят 7,5 тысяч. На первый взгляд может показаться, что сумма не очень большая, но по карману все равно бьет ощутимо. Мама семейства Маргарита в декрете, Дмитрий работает один. Снижение ставки могло бы стать для семьи хорошим подспорьем. Именно поэтому обратились напрямую к главе государства. Ну, во-первых, мы не ожидали, конечно, потому что было около двух миллионов звонков, да, и вероятность, она очень мала, казалось вообще ничтожной. И в первый момент у нас было вообще просто удивление очень такое вот. Сами не поверили себе, а потом стали думать, как грамотно подать. В ответ Владимир Путин заявил, что ситуацию обязательно исправят, недоработку в законе устранят. В семье Верховских были очень рады. Сейчас они все ютятся в одной комнате. Родители, совсем маленькая Лада и мальчишки Иван и Андрей. Планы у нас, конечно, достроятся хотя бы, чтобы вот расселить немножечко детей, чтобы старшего отложить, чтобы к учебному году мы ему с малышами не мешали, чтобы он нормально встал. Сразу после завершения трансляции в гости к многодетной семье зашел временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский. Он поблагодарил за заданный вопрос и поспешил обрадовать новостями. Вы знаете, когда мы общались по эфире, меня как-то насторожила ставка, по которой вы сейчас платите, 13%. Я попросил банк с вами связаться. Связались? Связались. С тем, чтобы эту ставку понизить. Думаю, что Владимир Владимирович сказал спасибо вам за это решение, что будет поправлено постановление правительства. Вот уже ставка 6. Но пока его будут править, банк вам понизли 9,5%. Также Станислав Воскресенский успел связаться с главой Института развития в жилищной сфере Дом РФ. Для аналогичных случаев попробуют провести перекредитование хотя бы до 9%. Дмитрий, в свою очередь, предложил начать с близких друзей. Им живется намного тяжелее. У нас есть друзья, о которых мы говорили в передаче, в прямой линии с президентом. Семья Володи Малкина. Вам говорили об этом, не говорили. То есть такая у нас в Англии семья. У них 10 детей. У них положение совсем тяжелое, на самом деле. То есть они даже не могут рассчитывать на какие-то кредиты, потому что им этого и материнского капитала, и кредита просто недостаточно. Станислав Воскресенский вызвался встретиться с той многодетной семьей лично. Подобные проблемы теперь точно не останутся нерешенными. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.